Там, где вы последовательно все излагаете. Все понятно, да, с этим, Татьяна Гавриловна? Хорошо, тогда по вопросам, пожалуйста, задавайте вопросы, я постараюсь на них дать ответы. Всего у нас 4 модуля, 100 вопросов, в каждом модуле по 25. Пожалуйста, спрашивайте. Да, да, Татьяна Гавриловна, вы готовы, да? Ну, вот возникает вопрос, может быть, даже не совсем по вопросам, а вообще связанный с медиацией. Что делать, если одна страна хочет провести медиацию, а другая нет? Приходит человек и говорит, вот у него есть такое желание и проблема, которую он хочет решить мирным путем. Другая страна не хочет. Вопрос очень часто возникающий на практике, и он волнует не только сообщество медиаторов России, но и наших коллег в Казахстане, в Беларуси, вообще во всем мире. Ответ на этот вопрос очень сложный. Есть целая книга, которая так и называется, «Приглашение к медиации». Автор Максед Пель. Это юрист из Нидерландов. Юрист-судья-медиатор. Посмотрите, пожалуйста, оно написано настолько просто. Там такие замечательные формы есть и мысли о медиации. Но если говорить в нескольких словах, то приглашение о медиации особенно эффективно в том случае, когда есть побудительные причины у сторон следовать процедуре медиации. Когда, например, наилучшие альтернативы обсуждаемому соглашению в ходе процедур медиации становятся менее привлекательны, чем возможная сделка в результате такой медиации. Что имеется в виду? Что, например, вы даете сторонам, рассказываете преимущества, что они, во-первых, ничем не рискуют, они лишь получают дополнительный шанс разрешить вопрос быстро, окончательно, в одной судебной инстанции, без разглашения конфиденциальной информации. Как это делается технически, Татьяна Гавриловна? У той же Махтетпель это рассказывается. Направление писем, вежливых писем, с персональным обращением к другой стороне спора, можно приложить к этому письму буклет. С кратким описанием. Сейчас, благо, сделать буклет может любая организация, даже частное лицо, с кратным описанием услуг медиатора. Можно сделать ссылку на сайт. Если нет сайта, на персональную страничку в социальной сети. Сейчас это тоже благодаря Facebook, ВКонтакте стало доступным. Верно? И плюс еще какие-то поддерживающие, мотивирующие цитаты, юмор поощряется и так далее. Достоверная информация, конечно, и всяческая демонстрация уважительного отношения к сторонам спора. Так, чтобы вы раскрыли преимущество медиации. На чем не следует акцентировать внимание? Например, на том, что медиация это дешевая процедура. Потому что дешевизна ассоциируется с низким качеством услуг. Это, опять же, мировой опыт, Татьяна Гавриловна. На том, что медиатор кого-то в чем-то рассудит. Нет, это не так, потому что медиатор это не судья. Это сами стороны вырабатывают решения. А форма подачи материала, остальная форма подачи, она может быть самой-самой разнообразной. И еще, Татьяна Гавриловна, есть такие сферы, которые для населения совершенно непривычны. Они и не подумают пойти к медиатору, потому что в голову никому не приходило. Вот мы недавно с Марией...